Юбилейный год столица Чувашии продолжает получать подарки, причем нередко дарители, сами горожане. Свой традиционный фестиваль Волжская палитра, учащиеся гимназии номер 5, тоже посвятили Чебоксарам. Не просто показать, как ты любишь город, ставший для тебя родным. Для кого-то это чувства, эмоции, а для кого-то вполне конкретные дела. Учащиеся гимназии номер 5 решили поделиться с чебоксарцами своим умением жить и делать мир лучше. Напомним, в предыдущие годы лицеисты провели экологическую акцию «Чистая Волга» в столице, а в Марпосаде организовали фестиваль с множеством творческих площадок. Самая главная мысль нашей школы – мы готовим творца, а не потребителя. Этот фестиваль как раз про то, чтобы ребята понимали, что все, что они делают, нужно меру. Мы очень мало видим, что есть в городе, и я думаю, что этим фестивалем мы сделали точку притяжения. И теперь ребята будут приходить и понимать, что парк может жить их делами. На этот раз школьный десант высадился в этнопарке Амазония. Участниками праздника стали жители северо-западного района. Что, впрочем, вполне объяснимо, ведь именно там, в микрорайоне Волжский 3, в сентябре этого года откроется второй корпус гимназии номер 5. Главная составляющая праздника – так называемый открытый микрофон. Представители столичной администрации, жители, дети, чьи будут учиться здесь, обсудили, как будет строиться работа корпуса, как будет проходить благоустройство, какие есть проблемы. Обе стороны прекрасно понимают, что это будет не просто школа, она станет центром досуга для микрорайона. Концерт мастер-класса – спортивные соревнования. Волжская палитра оказалась насыщенной.